Бесспорно, смысл жизни ведьмака по его происхождению это охота и убийство чудовищ, ведь именно с этой целью их и сотворили маги, выведя особую форму воинов, способных противостоять этим практически непобедимым чудовищам. Непобедимые чудовища отчасти непобедимы потому, что обычный стальной клинок их не берет, а значит ни гвардия, ни тем более обычные крестьяне сами справиться не могут. А вот ведьмак на такие случаи всегда вооружен серебряным клинком, который отлично противостоит магическим тварям и магии в целом. Именно об этих невероятных и необычных клинках мы сегодня и поговорим, разобрав пять лучших по разным параметрам не сетовых серебряных мечей в Ведьмак 3, а также где их найти, если вспомню. Поехали! Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Серебряные клинки – это довольно специфическое оружие, которое в применении находится в большинстве случаев только у Ведьмаков, и их вариаций в игре несколько меньше, чем стальных. А все потому, что само по себе серебро довольно мягкий металл, и делать из него клинок та еще проблема. Среди тех, что представлено в игре, очень много именно эльфийских мечей. Возможно, это связано с тем, что до появления Ведьмаков и до того, как люди стали править на этой земле, чудовищам противостояли именно эльфы, и делали себе под эту работу серебряные клинки. Первый клинок, по традиции, не входящий в топ, который я хочу вам представить, это объективно сильнейший серебряный клинок во всей игре – Орандит. Сильнейший он по трем параметрам. Во-первых, его нельзя выковать, его можно только получить в дар от богини и владычицы озера. Не каждый меч может похвастаться таким появлением и такой уникальностью. Во-вторых, этот меч умеет усиливать себя. В битве, нанося урон противникам и не получая урона, Орандит доводится до максимальной зарядки, после чего обнуляется, но перманентно увеличивает свою силу, поднимая ее до уровня владельца. А значит, заполучив Орандит в самом начале приключений в Тусенте, навсегда можно забыть о любом другом серебряном мече. И в-третьих, когда сила Орандита соответствует уровню Геральта, при наборе максимальной зарядки она не обнуляется. Орандит начинает пульсировать и доводит шанс нанесения критического урона до 100%. Кошмар какой-то. Ну и бонусом, это самый красивый меч в игре. То есть даже не самый красивый серебряный, а именно самый красивый вообще. Соревноваться с ним могут разве что клинки змеи, но об этом уже в следующий раз. При этом Орандиту можно добавить 3 слота у мастера рун и дополнительно зачаровать его. Его минус только в одном, в отсутствии дополнительных характеристик. В остальном он просто неповторим. Но об этом тоже чуть позже. Ну а для тех же, кто ищет альтернативу, я представляю первую позицию нашего топа. Контатта. И пожалуй, это один из самых редких клинков в игре. Ведь чтобы его получить, необходимо не только осознанно пойти на убийство сестер Анриэта и Сианы, но и решиться посетить скрытого, несмотря на все уговоры Региса. Контатта это серебряный меч, который по характеристикам является полным аналогом стального меча из Хэнгайд. Найти его можно тоже только в пещере скрытого, но только если полностью выбрать этот вариант развития сюжета. В отличии от клинка из Хэнгайд, который можно получить даже после завершения основной сюжетной линии. Это первая позиция в топе, но далеко не самая слабая из всей пятерки. Ведь помимо отличного буста, к силе и шансу крита, и довольно сомнительного пробивания брони и кровотечения, мы получаем оглушение, которое является одним из самых шикарных критических эффектов во всей игре. К сожалению, внешний вид у него довольно стандартный. Не говоря уже и о том, что он не уникален. Это крайне разочаровательно. Забавное совпадение, но второй клинок из топа, это тоже точная копия второго клинка из топа по стальным мечам. Гешефт. Он, как и его собрат Витис, можно найти в мире тысячи сказок, правда уже не у мертвого рыцаря. При этом у меня большой вопрос к рыцарю и к способу доставки этого меча. Во-первых, какого хрена у обычных рыцарей клинки дают такой мощный прирост к силе ведьмачьих знаков? Возможно, конечно, он не знал о силе своего меча, и для него они были самыми обычными. Но тогда второй вопрос. Кто принес серебряный меч к великану? Неужели под личиной благородного рыцаря скрываются ведьмаки? Асяна слукавила, когда говорила, что в мир тысячи сказок попадали только рыцари. Хотя, может быть, это просто игровая условность? Я не знаю, но точно могу сказать, что Гешефт выглядит еще более необычно, чем его собрат. И я искренне восторгаюсь его футуристичной гардой. Жаль, что ножны не оформили как-то необычно при этом. И сразу же дополнительный клинок для третьего места. Сарим. Главная особенность этого клинка в том, что он дает и достойные бусты к силе и шансу критических ударов, и увеличивает силу сразу трех самых важных знаков. Что делает его золотой серединой для тех, кто любит активно использовать магию в бою, и при этом не забывать про фехтование. Стальной меч с аналогичными характеристиками называется Блеф. И я не показывал его видео про стальные мечи, так как забил на прохождение турнира по Гвинту. Не ругайте меня, а просто имейте его в виду. Вне топа к нам затесался необычный клинок, официально даже не присутствующий в игре. Имя ему Тор Зираэль, что означает Башня Ласточки. Но не стоит путать его с стальным мечом, который принадлежит Цири, главная особенность которого это огромное пробитие брони 800 единиц, которые называются просто Зираэль. Или с тем клинком, который мы выковали для Цирилы в хорошей концовке. Ведь он и называется иначе, и внешне он другой. Тор Зираэль же это серебряный клинок, дающий безумные 24% к силе Игни, и огромные 20% к шансу заморозить противника. А еще у этого меча навершие в форме цветка. Даже если это навершие и не уникально, то оно точно очень редкое. Как впрочем и характеристики этого меча. Кстати, отбирая клинки на видео, я наткнулся на несколько мечей, которые помимо добавления шанса поджигания или например обморожения, имели еще и параметр атаки этой стихии. То есть урон огнем или урон холодом. В игре этот параметр визуально никак не отражен и вообще никак не объясняется. Что очень странно. Причем это касается и стальных, и серебряных мечей. Примером такого серебряного меча может стать Лаофен, дающий плюс 7 урона огнем и плюс 12% шанса поджигания. Странно все это. Ну что ж, осталось всего 2 меча. И перед тем, как мы приступим к ним, небольшое отступление. Во-первых, все мечи в этом топе просто шикарны. Имея любой из них, вы уже можете забить на поиск остальных. Хотя и 2 оставшихся меча сильнейшие из них. Во-вторых, любой другой меч, у которого высокий показатель урона, имеется прибавка к силе и шансу крита, это уже невероятно сильные мечи с сильными характеристиками. А если они еще имеют бусты к критическим эффектам, лучше всего к оглушению или заморозке, или к силе знаков, при условии, что вы ими пользуетесь, то считайте, что в ваших руках сокровище. И не важно, есть ли этот клинок в топе или его нет. Частично это касается и Арандита. Ведь если вы находите Арандит и любой другой сильный меч, то на текущий момент этот сильный меч сильнее, благодаря своим дополнительным характеристикам. А потому самыми лучшими и сильными клинками, по совокупности всех факторов, все же являются следующие мечи. Ами. Самый сильный по атаке и сбалансированный по параметрам серебряный клинок. Своеобразный аналог стального меча Тусенского рыцаря, учитывая 300 единиц пробития и 300% мощи квена. В остальном по стандарту. Отличное усиление силы и шанса крита, а также маленькая плюшка в виде 15% шанса выбить из равновесия. Но самое интересное в этом мече, это его внешний вид. Он похож на работу гномов, довольно толстый, с четкими гранями ширины лезвия и некими рунами на гарде. Я не могу сказать, что это самый красивый меч, но точно один из самых необычных. И при этом его достаточно просто найти. В Тусенте следуйте по квесту монстра из Туфо, и этот клинок станет вашим. И вновь я не иду на поводу главнейшей характеристики для меча, чистого урона. И выбирая более слабую, но близкую душе альтернативу, ставя ее на первое место в топе. И снова это негласный аналог. Родственная душа бельховенского клинка. Гешефт. Знакомое название, не правда ли? Только бонусов к силе знаков не хватает почему-то. Да и внешний вид у него крайне напоминает Кантату. Эх, печаль беда. А вот по дополнительным характеристикам, это идеальный меч. 100% буст к силе крита, что является наиважнейшим показателем среди бонусных и наивысшим среди показателей серебряных мечей. Более нужный буст к Аарду, чем к Вену. Почему мы как-то разбирали в билде на Квен. А также обычное повышение шанса крита и приятная плюшка в виде отравления. Но вот его внешний вид меня крайне разочаровал. Есть ощущение, что серебряный вампирский меч они добавили в самый последний момент, как и пасхалку на Дарк Соулс. Отсюда и путаница с внешним видом и названием. Ну или вводя игру Арандит, разработчики положили большой и толстый на все серебряные мечи. Кстати, у Гешефта есть два младших брата, как у Бельховенского. Чуть более слабый и внешне классический Тахрэль, и еще более слабый Фэн Аэт. И еще один важный момент. Не знаю, заметили ли вы, но у всех клинков из этого цикла навершием является голова змеи. Что Гешефт, что Бельховенский, что их младшие братья. Не знаю почему, но думаю в каноничном билде на змею я поподробнее остановлюсь на этом вопросе. Хотя в итоге крайне жаль, что с одним из самых сильнейших серебряных клинков Ведьмак 3 поступили именно так. Пожалуй, в свой сильнейший билд я все же возьму Арандит, ибо мощь и красота в этом клинке слились воедино. Пишите в комментариях, какой меч именно вам был по душе, и с каким бы вы прошли всю игру, или считаете самым сильным. А героем этого видео становится Александр Ананов. Не анонимный, но его страничка в ВК настолько подробно заполнена, что мне даже не к чему прикопаться. В любом случае, спасибо Александру за помощь и неравнодушие. Ссылка на его профиль в описании под видео. Также хочу напомнить, что помочь каналу и стать героем видео может каждый из вас. Ссылка в описании. Да и вообще, заглядывайте в описании почаще, там вы всегда найдете актуальное описание, название песенок и ссылки на ролики, которые использовались или упоминались в этом видео. А на этом все, ребята, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось видео, значит оно заслужило лайка и подписку на канал. Если вы уже подписались, то не забудьте включить уведомления о выходе новых видео, просто нажав на колокольчик, и тогда вы точно будете первым и ничего не пропустите. А перед просмотром нового ролика не забывайте отключать отблог, это очень помогает каналу. В дальнейшем мы еще разберем сильнейшие сетовые клинки, это которые зелененькие, и лучшие виды брони. Ну а следующий ролик по ведьмаку будет новогодним. А о чем именно, узнаете буквально на днях. Увидимся в новом видео, и на этом пока, всем пока-пока.